Водитель Митсубиси, мужчина 1969 года рождения, двигавшийся за Матизом, применил экстренное торможение, чтобы избежать столкновения. Однако его автомобиль вынесло на полосу встречного движения, где он столкнулся с грузовиком МАН. В результате аварии водитель Митсубиси погиб на месте. Это не единственное ДТП с летальным исходом за последние дни. Так, 19 января вблизи поселка Непотягово погиб водитель грузовика Вольво. По предварительной информации, мужчина 1972 года рождения, проезжая под возводимой конструкцией моста, задел ее транспортным средством, из-за чего на кабину грузовика упала бетонная балка. В результате инцидента водитель погиб. Как сообщает пресс-служба ОМВД России по Вологодской области, в период с 18 по 19 января на территории Вологодской области произошло более 12 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало 15 человек. В Великоустевском районе минувшие выходные дни прошли относительно спокойно. По данным ГИБДД, на дорогах района произошло 8 дорожно-транспортных происшествий. К счастью, кроме автомобилей, в авариях никто не пострадал. Тем не менее, дорожные полицейские просят у стюжан быть более внимательнее при управлении транспортным средством. Участники дорожного движения, как видите, у нас сложные дорожные и метеорологические условия. Ежедневно идет снег, и идет резкое изменение температур, в том числе влажности. На проезжей части автодорог образуется зимняя скользкость в виде снежного наката и стекловидного льда. Я, в целях недопущения каких-либо дорожно-транспортных происшествий, призываю вас неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, а именно соблюдать дистанцию для впереди движущегося транспортного средства и особенно скоростный режим.